В бедных бараках я, конечно, там прихренел, потому что на солнце там никак здесь, на побережье здесь 32, в Санто-Доминго градусов около 42, но так как это все расплавляет асфальт, то средняя температура воздуха около градусов, наверное, 50-50, и это полный ад. Нахожусь я в Доминикане. Сейчас покажу вам, какой у меня вид здесь напротив. Вид напротив примерно выглядит у меня вот так вот, видите. Вот. Там моречка. Ну, а я, соответственно, валяюсь. Не, Мастинку, что будет видеть? Мастинка пришла в 4 утра, и сейчас у нас, сколько еще, 9 часов так. Так, что пускай спит. Салютар. Муча салюта, старая-то фамилия. Оля. Мальта, привет. Краснодар, всем привет. Ну, что, лето, в общем-то, везде наступило. Я просто подумал, что сегодня суббота, поэтому наверняка все будут сейчас где-то здесь в Инстаграме. Хотя, конечно же, все сейчас отдыхают на любых всевозможных каких-то теплых, укромных, не знаю, местах. Наверное, даже не на пляжах, а где-нибудь на скамеечке, но точно пытаются все выйти на природу. Сегодня первый день лета, с чем я вас и поздравляю. А мы с мамой сидим на работе, тухнем в офисе, и они, представляете, как это ужасно до 6 часов. Да, это реально. Это прямо очень трудно. Мастинка спит до сих пор, так у нас, между прочим, 9 утра, как у вас. Саша, Павлин, Мавлин это бомба. О, да, Павлин это было круто. Мне вчера повезло заснять офигенный кадр. Заходите на Сашу, Мнасю, посмотрите, это очень прикольно. Завтрак уже прошел. Осталось первое, второе, третье. Ну, все, вот три денечка и все. А у нас жесткая погода, люди, молнии, эти завидуют. Слушайте, ну, здесь тоже. Я вот раньше к этому относился несколько предвзятым. Думал, что в Доминикане оно вот всегда прикольно. Не всегда. Надо просто понять, что и как. Так, здесь сейчас 30 градусов. 29, 30, 31. Домой хотим, да. Планов много, очень много встреч, которые нужно успеть поделать. 13 июня нам в Петербург, а до этого времени надо успеть очень много всего поделать. Вот, Крым, Казань, Тюмень, Тыва, все передоопреты, Виноград. Мы снова на работе в больнице, Пашем как коне. Да, это прям реально обидно. Но ничего, должен же где-то быть отпуск. Так, что еще? Минск, привет. Как насчет Шри-Ланки? Не знаю, а что с Шри-Ланкой? Надо постараться туда. Мы в Америку хотим тоже скататься, но это все нужно время. Нужно время. И это, конечно, вот так вот. Саша, вы красивый, как павлин. Наверное, комплимент. Хорошо. Как мастерные укусы? Слушайте, у Маски укусы проходят потихонечку. У меня их как не было, так и нет. Я весь прямо невкусный, что ли. Баку было в планах у Маски. Сейчас будем смотреть. Я говорю, мы сейчас приезжаем, у нас есть несколько каких-то таких вот предложений с телевидения, которые мы рассматриваем. У нас есть интересные моменты по другим проектам уже на сентябрь-октябрь. И все это сейчас будет требовать времени. Маски покусали? Слушайте, Маски здесь не первый раз кусают. Это и, в общем-то, чего в тропиках ожидать. В тропиках всегда и всех кусает. Так оно всегда было. На Байкале 12 градусов в 9 часов вечера. Слушайте, я помню Москву. Мы когда делали встречи с подписчиками в прошлом году, помните, 10 июня было 9 или 10 градусов. Ну, это же просто пипец. У Павленов мужики красивые, разбесные, как вы. Да, похоже. Саша, вы же покупали недвижимость в Доминикане у своих друзей. Почему не там сертификат? Были вы его показывали? Да, и даже рассказывали, что с этим случилось. Почитайте. Отвечено более 100 комментариев. Если вы почитаете комментарии за последнюю неделю, увидите все ответы на это. Привет из Америки, Ричмонд, Вирджиния. Привет, привет. С днем рождения поздравляем. Где шляпа? Шляпы у меня нет. У меня сегодня кепка. Владивосток, доброго вам вечера. Поездка в Доминикану обошлась, ребята. Смотрите на Ютубе. Я прямо заснял ролик по поводу Доминиканы, виз, валюты, отдыха, сезонов, дождей, прививок, еды и всего остального. И по поводу цен, кем, когда и что лучше лететь. Поэтому специально для вас там все снято. Очень красиво. И посмотрите. В Индии не были. Планы такие есть. В Саратове 36. Ни хреново, ни хреново у вас в Саратове. Так, сколько раз вы делали губы? Несколько десятков раз. Тур в отель, дорогие мои. Все на Ютубе. Ну, ей-богу. Посмотрите, пожалуйста. Все рассказал. Сколько нам это стоило. Сколько это вообще стоит. В какой сезон это сколько стоит. Насколько недель это стоит. Здесь мили это стоит. Когда путевки дорожают в два, когда в три раза. Все там. Посмотрите. Специально снимают для вас. У нас же два формата. Инстаграм и Ютуб. Инстаграм это более развлекательный, более минутный. Ютуб это такой более повествовательный. И для тех, кому нравится со мной болтать и общаться в более живом таком варианте. Новый клип у Маси не знаю, когда выходит. Теоретически завтра могут у нас получиться съемки, а могут и нет. А тогда уже будем от этого смотреть, чего и как. Так, песня Масина уже вышла. Соответственно, она ее тоже на Саше Масе. Смотрите, там подробно показано, как их найти все. Потому что мы сейчас начинаем осваивать новые моменты. У нас очень много сейчас стало песен ВК. Мы раньше на ВК не пользовались. Теперь Масин и песня можно искать спокойные ВК. Они у нас есть в Яндексе, они есть в iTunes. И продают последние песни мы в iTunes даже уже и не выбрасываем. Все равно iTunes вытворяет какую-то фигню. День северного фото. Сегодня спасибо, что сказали. Надо папку поздравить. Сейчас позвоню, поздравлю. Показать вокруг все? Ну, а что вокруг? Вокруг примерно выглядит вот так вот. Вот такая лепота. Так это выглядит вокруг. Вот. Здесь всегда ветер на побережье, поэтому никогда жарко не бывает. Здесь всегда кайфово в этом плане. Так. Эй, телефон, ты что? Мозги мне поощешь. Мы вчера были в кубе, включали песню Маси. Круто. Если к вам подойдет и сфотографируется, вы согласитесь. Конечно, всегда везде и со всеми фотографируемся. Если такая культурно подходит, то просят. Торонто, Канада. Привет. Здесь мы тоже встречали очень много наших подписчиков. Канады, с Бразилии, с Украины, с Белоруссии, с Казахстана, с Америки, с Италии. Очень много. Саша, ты поздравлял Риду со свадьбой. Сегодня дочь родилась с ней. Поздравляем. Круто, круто, круто. Чикаго, привет. Почему в Домикану чаще всего? А это не объяснить. Это атмосфера. Посмотрите ролики на Ютубе. Просто я постарался сделать максимально красиво. А здесь еще снято несколько роликов, которые я просто не могу выставить, потому что они гигов по пять. Я их буду выставлять уже в России, когда мы приедем. Это тот телефон, который я топил. Да, это именно он. И с ним все в порядке. В общем-то, с ним ничего не случилось. Зачем вы краситесь? Затем же, зачем вы? Нравится мне этот процесс. К тому же я не крашусь на татуировках. Вот. Таганрог, привет. Красненький, хорошенький, да. Как маленький рак, который у вас варили. Как можно передать подарок Маасе в Санкт-Петербурге? У нас есть администратор Алексей. Вот здесь вот в шапке профиля написано Алексей. Напишите ему ватсап, он вам ответит, скажет что-то как. Сильно ли жарко? На солнышке прямо очень жарко. А в теньке прямо получше. Потому что на солнце, я не знаю, как вам показать, как на солнце. На солнце здесь прямо, ну вот, очень жарко. То есть, сгорать будешь моментально. На солнце днем здесь вообще не выйти. В общем, в таких вот странах, как Испания Южная, в Италии, здесь Доминикана, да вообще есть сиеста, в Португалии. И днем все начинают уходить. Днем практически вообще ничего не работает. И где-то с 11 здесь просто одилище. Такие дела. На Сахалине дожди. Слушайте, на Сахалине никогда не было раем на земле. Там очень, конечно, живописная, самобытная, неиспорченная природа. Камчатка, Сахалин. Но, собственно, так. Буз в Фуде в Москве не было. Оля нас не приглашала. Лицо довольное, что мне пишет. Ну да, блин, я ж не в Сахалине. Мы радуемся каждому дню по возможности. Радуемся, когда еще приедем в Москву. Устали отдыхать, почему хотите домой? На то есть много причин. Есть очень много интересных предложений. Понятно, что 9 из 10 встреч, они, как правило, все равно ни к чему не приводят. Но очень много моментов. Нам надо согласовать выпуск массивного альбома, который пройдет у нас в середине июля. Нам нужно дописать 5 песен туда. Нам нужно встретиться с разными интересными людьми по поводу продвижения этих песен. У нас очень много интересных предложений по поводу съемок происходит. Ну, короче, очень много чего. Собственно, вот так вот. В Литву не знаю, в Литву тоже пока не планирую. Но чтобы куда-то приехать, надо, чтобы это кто-то организовывал. Так с удовольствием приедем. Так. А вы ездили туда, где всегда холодно? Ну, я там жил 10 лет, там, где всегда холодно. Всегда, в смысле, вообще всегда. На Сахалине супер, слушайте. Ну, вообще, как показывает практика, супер везде, где есть бабки. Если бабки есть, то хорошо и в Якутии, и на Сахалине, и на Северном полюсе, и в Африке, то все нормально. А если бабок нету, то, в общем-то, нигде не хорошо. Поэтому я думаю, что на Сахалине, да, наверное, хорошо. Мазь, как певец, это убыточное предприятие. Слушайте, ну, кто, допустим, знает Бьянку. Вот Бьянка, пока стала успешной, выпустила какое количество песен? Несколько десятков песен. Выпуск каждой песни – это не одна тысяча долларов. Не две, не три, и даже не пять. Соответственно, каждая песня – это потраченные деньги, которые могут и не вернуться. Этим и отличается человек, который инвестирует, который работает на кого-то. У нас есть возможность инвестировать в себя, делать моменты, которые мы хотим. Если из этого ничего не выйдет, ну, значит, мы ошиблись. Но, тем не менее, мы попробовали и сделали. Это открывает нас как личности. Ну, а, соответственно, если из этого все получится, то будет тоже кайфово. Так что вот так вот. В Крым собираемся, однозначно. Какая разница в возрасте отношения между мужчиной и женщиной считаешь максимальной? Да никакой. Все фигня. Духовная зрелость. В ней разница есть, но не в возрасте, который у вас в паспорте записан. Времечко у нас утро. Утро. Вот. Шпак мой лапочка. Спасибо. Так, дорогие мои, у меня, чтобы здесь не закончился трафик, я потихонечку буду с вами прощаться. Дарю вам напоследок синего неба. Вот таких вот красивых пальм. Меня красивого. И до встречи. Хорошо? А то вот здесь трафик, сука, очень дорогой. Спасибо. Спасибо. Спасибо.